Наверняка с каждым из нас случалась такая ситуация, при которой после тяжелого, трудового или учебного дня ну прямо нет сил на поход в зал и тренировку. Причем физического утомления как такового не было, а имела место умственная усталость. В данном ролике мы разберем с точки зрения науки, влияет ли умственное утомление на эффективность вашей тренировки. Начну с того, что наша нервная система оказывает прямое влияние на работу мышц. А точнее на их мобилизацию при выполнении какой-либо физической работы. Поэтому теоретически нервное умственное утомление должно негативным образом сказываться на работе мышц. То есть мышцы должны хуже справляться с нагрузкой. Но так ли это на самом деле? Многочисленные научные эксперименты показали, что даже продолжительные умственные нагрузки, приводящие к утомлению, не влияют на силу и выносливость мышц. Как оказалось, дело в том, что умственное и физическое утомление воздействуют на разные области центральной нервной системы, которые напрямую между собой не связаны. А это означает, что даже после тяжелого рабочего дня, когда вы чувствуете, что умственно сильно утомлены, ваши мышцы готовы к привычной работе в зале, как в плане силы, так и в плане выносливости. Таким образом, умственная усталость не является объективной преградой на пути к походу в тренажерный зал. Какой бы интенсивной и продолжительной ни была умственная работа, ваши мышцы и та часть нервной системы, которая отвечает за их мобилизацию, всегда будут готовы к привычной физической нагрузке. Все остальное лишь вопрос мотивации. Так что не сачкуйте.